Это шоу, в котором возможно всё. Сегодня подробности об участниках шестого полуфинала шоу. Вы знаете, у вас такой шикарный номер, вам многие говорили об этом. И, ну так что, будем дерзать, так сказать, рвать сцену. Удачи! Я, конечно, ожидала, что будет шоу, но я не ожидала, что такое будет перевоплощение, совершенно другое. Я-то думала, что опять будут какие-нибудь национальные костюмы, опять будут всякие у них цветочки, что-то, что-то. Но этот дерзкий стиль, дерзкие танцы, и причём они перешли с японского на современную музыку, это круто. К полуфиналам конкуренция между самыми яркими участниками достигает такого уровня, что они начинают буквально срываться от напряжения в самый ответственный момент. Такое бывает, это технические моменты, на сцене всякое бывает, но мы не расстраиваемся, мы знаем, что номер круто получился, мы все зрители оценили, жюри оценили, мы очень рады, несмотря на то, что... Ну, это, конечно, расстраивает, но во всяком случае, опять-таки, повторюсь, технические моменты, на сцене всякое бывает, это всё исправимо, это всё поправимо. Так что расстроено, но ничего страшного. К сожалению, было несколько помарок, скорее всего, это из-за волнения, но, несмотря на это, мы показали всё профессионализм и сделали так, чтобы эмоционально это не было видно. Реакция жюри нам очень понравилась, они были очень удивлены, то, что мы в первом туре были очень нежны, а тут такие дерзкие, как Ситора сказала, мы были как кошечки, нам это очень понравилось, мы благодарны, что они оценили. Также мы очень рады, что Ситора Формонова гордится нами, то есть то, что мы представляем её страну, страну Узбекистана, мы были очень рады тому, что она именно гордится, горда за нас, за то, что мы представляем свою страну. И я даже сидела гордо за вас, что девочки, кошки, это огонь! Мне кажется, мурамбон сейчас в своём пути идут вот в этом направлении, в таком бескомпромиссно-профессиональном ярком хореографическом искусстве, которое само по себе очень круто, за которым хочется наблюдать, да, а не которое сопровождает что-то другое. Я им очень благодарен за этот номер в нашем полуфинале. Они показывают, что современное хореографическое искусство может быть таким, каким мы его сегодня увидели. Зрелищным, ярким, современным, но при этом для, так сказать, для массовой, для большой аудитории. На этом проекте мы показали только две границы своего творчества. На самом деле мы очень многогранные. А чтобы увидеть больше, голосуйте за... Мурамбон! Девушки смогли профессионально сместить акцент с небольших погрешностей на реальные достижения хореографии и синхронности выступления. Посмотрим, как в сложной ситуации выкрутился Ибрахим Бабаев. Ну, я играю на гитаре уже три года. И выступаю где-то полтора года уже на сценах. Не так часто, но бывает где-то два-три месяца. Я постараюсь выложить на полную и, надеюсь, зрители это оценят. Материал, который он, конечно, выбрал на этот раз, видимо, ему оказалось не по зубам, потому что он срывался, останавливался, продолжал. Если я не пройду, то еще приду на эту сцену и докажу вам, что я умею играть. Ради бога, ты докажи себе, нам-то не надо ее доказывать. Во время этого выступления я немножко переволновался, и из-за этого у меня пальцы немножко запутались. Но я не стал переигрывать, а продолжил номер. Но жюри это заметили из-за того, что получилась небольшая пауза. Я не хочу занижать планку, потому что то, что я играл в прошлый раз, вот это уровень ниже. Я хочу расти и развиваться, поэтому я должен учить все сложнее и сложнее. Ну, наверное, было просто мало времени для репетиции, поэтому я недостаточно тренировал всю эту композицию. Из-за этого произошел сбой. Я думаю, для него это очень мощная мотивация, чтобы он получше готовился, слушал хороших инсументалистов и, конечно, вобрал в себе очень полезные качества. Я даже спросил, я говорю, ты знаешь группу Куинь, ты знаешь так про гитариста, группу Куинь? Он говорит, нет, я не знаю, ну, ладно, будет время послушать. Нет, я вообще не огорчился, я, наоборот, очень рад, потому что я в полуфинале в шоу «Сентр Лайжес Го Таун». Два года назад я мечтать не мог о том, что буду выступать на этом шоу. И буду развиваться. Он новичок, но смел тем, что ставит новые цели. Похоже, сказалось волнение или не хватило ловкости рук. К слову, ловкость – главный талант жорглеров из Алматы Айдара и Хамита. «Сентр Лайжес Го Таун» «Сентр Лайжес Го Таун» Реквизиты у них падали, но они перекрыли это тем, что показали сложные трюки, которые мимо нас кидали свои инструменты со сцены, и мы просто были в шоке. Они показали настоящее шоу. По словам Руслана Джейкбаева, нет предела для совершенствования своего таланта. Хотелось бы, конечно, лучше, ну, любой артист так скажет, я уже это говорил, повторюсь не раз, были вот технические моменты, прочтение, может быть, я попытался донести и донес, но вот технически хотелось бы немножко получше, конечно. И немного слежи, а дождь на окнах рисует, напоминая о твоих поцелуях. Все дело в том, что дождь ничем не рискует, а я боюсь, что потерял тебя. Очень такое необычное преподношение материала в исполнении группы «Хай-фай». Новое прочтение. На этот раз Руслану не потребовалось много времени, чтобы эмоционально проникнуться песней и войти в образ. Через этот хит нулевых он рассказал о тяжелом периоде в своей жизни. Мне эта песня поначалу вообще не нравилась. То есть я уже работаю в ковер-команде, и у меня в арсенале должны быть всякие разные различные песни, и я всегда сторонился ее, потому что я человек старый, консервативный, и песни «Хай-фай» группы мне больше приемлемы, да, слушай. После вот определенных моментов, которые я прожил в жизни, совсем недавно совершенно, вот, я решил, что нужно будет прожить эту песню так же, вот, как и... Я прожил какой-то отрезок в своей жизни. Ну, я очень надеюсь, что моя личная история тронет человека, которого она касается напрямую. Главное, он сам признался в том, что он переживает сейчас определенный какой-то такой душевный бой по отношению к жене, и поэтому и песня была как раз со смыслом, чтобы он не хотел ее потерять, как поется в этой песне. Ну, дай бог, самое главное, чтобы он достучался до нее, чтобы она простила его. Больно, конечно, когда участники на сцене страдают, но с другой стороны, когда они переживают именно в личной жизни то, о чем поют, они исполняют эти песни не на сто, а на тысячу процентов. И у Руслана сегодня получилось, Руслану удалось донести до нас его боль. Заплетаются козы, виноградные лозы, оставляя улыбку и немного слезы. Спел он хорошо. Я сказал, что самое главное – это душа. Он смог это донести, зритель в это поверил. Теперь только надо голосовать. Бытует мнение, что вокалистам для того, чтобы чувствовать себя уверенно, ну, чтобы голос какой-то был распятый и тому подобное, нужно проводить какие-то процедуры, знаете, ну, с которыми, естественно, каждый может быть согласен, может быть не согласен, но я расскажу, как это с моей стороны все видится. Когда кто-то говорит об общепринятых положениях, можно ему не верить, потому что я, например, для того, чтобы распиться, делаю достаточно легкую процедуру. Я чуть-чуть откашливаюсь, делаю так – а, эй, ммм, и мне этого достаточно. Кто-то целыми часами распевается, вот кто-то, как я, халтурит, филонит, да, но вроде бы у меня получается распеваться таким образом. Ну, собственно, все. Небольшой лайфхак от Руслана Джейбайна. И пока этого было вполне достаточно для того, чтобы выступить на прослушиваниях и пройти в полуфинал. Лайфхак превращения обычной простуды в уникальный тембр есть и у Намига Фараджива. У меня нет музыкального образования. У меня не было учителей. Я не смотрел специальные видео в соцсетях. Я просто брал гитару и пел. Кстати, именно такой вокал появился после простуды. Записал, послушал и понял, что у меня что-то получается. Стал тренироваться, и после этого пошел рок. Так, намига обнаружил свой талант, но без ежедневных тренировок и подготовки исполнителю не удалось бы добиться успеха. Его трудолюбие и упорство не остались незамеченными на шоу. Намига молодец, как он показал вот этот гамп. А потом так встал тихо, да? Нет? Это вот перевоплощающийся артист. Это настоящий артист. И вы знаете, я даже не ожидала от себя, что я могу полюбить жанр рока. Я, оказывается, люблю рок. Я даже приехала домой, послушала рок. Боже мой! Наверное, поиск себя или это самовыражение, это или крик достучаться до общества, или это самовыражение перед собой, перед родителями, я не знаю, перед обществом, в котором он пребывает. Он бы брал какие-то такие лучшие традиции, да, там, Iron Man, там, Metallica, там, и многие-многие другие коллективы. Вокал неплохой, хороший. Но он еще молодой же человек. Но надо как бы совершенствоваться, набирать, чтобы стать хорошим музыкантом, рокером. Это надо постараться. От тяжелого рока к традиционному узбекскому искусству именно так широк диапазон наших талантов. Обладательница «Золотой кнопки» от судей, Адалат Исмаилова, снова удивила исполнение Макома. Я горжусь, что Адалат выступает на сцене, именно с нашими народными, национальными песнями, потому что это исполнить нелегко, эти песни, а она исполняет на высшем уровне. Если честно, мнение жюри меня очень поразило, потому что они очень высоко оценили. Это такая гордость для меня, то, как они высоко оценили мой скромный талант. Потому что для меня это честь, что я представляю свое национальное искусство Узбекистана на аудиторию других стран. Но так как я хотела спеть, не получилось из-за минусовки. Когда поете вживую, можно набирать дыхание, когда ты хочешь сам, потом симпровизировать и продолжить. А в минусовке нужно петь под ее темп. Это оказалось очень сложным. Здесь все талантливые, участвуют и кому за 60, и старше, и младше, поэтому про следующий тур еще не задумывалось. Зрителям будет непросто, ведь главное разнообразие шоу в его жанрах. В шестом полуфинале на равных условиях с вокалистами и жонглерами за ваши голоса буквально изо всех сил сражается Чингис Махамадов. Я очень сильно переживала за него, потому что он такие выполнял трюки опасные. Но плюс еще бесстрашный. Чингис бесстрашный. Чингис Махамадов сделал то, что обещал. Хотя нет, не так. Он сделал больше, чем обещал. Он сделал намного больше. Честно признаться, история с Нурланом Абдуллиным. Меня, конечно, я как продюсер, в смысле, очень сильно переживал за то, что происходило на сцене. Чингис говорил, что он готов к этому. И он в итоге сделал это, да, на грани, что называется. Чингис, да, наш полуан из Батыр, из Азербайджана, который вывел меня на сцену. То, что он вытворял на сцене, это простое уважение. 24, 23, 22. Я верю в себя, в свою силу, верю в свой номер. Думаю, я окажусь в гранд-финале, я уверен. Конечно, постараюсь удивить не только членов жюри, но и, главное, зрителей. И в результате меня не оставят без голосов. Не меньшего уважения достойны и юнные участницы шестого полуфинала. Эффект выступления Амины Сапарбаевой усилил детский хор. В первом туре я спела песню «It's my life». Это роковая песня. Именно поэтому я была вся в черном, в кожаном платье. А в полуфинале я вам исполню добрую песню «Миллион голосов». Именно поэтому у меня уже совершенно другой образ. Мне кажется, вот эта зрелищность, но при этом с упором на нее, как центральный элемент этого шоу, это что-то особенное. Это запомнится зрителям. И вполне возможно, мы увидим ее в финале шоу. Всегда на сцене, когда появляется очень много детей, и когда они подпевают, это всегда покупают. Это всегда очень трудно и зрелищно. Очень достойно, хорошо. Прям было тепло на душе. А закончить этот выпуск мы хотим истории 10-летней Алии Ержанхоза. В ее случае нельзя делать скидку на возраст, ведь далеко не все взрослые участники уже утвердили свои таланты признанием на многочисленных конкурсах. У меня эмоции, ожидания, что как будет интересно, что скажет жюри. Я хорошо выступила, мне понравилось. И жюри сказали, что я большая молодец, и что я хорошо постарялась. Она показала тогда, она показала сейчас, она показала рост, она выполнила все слагаемые успехи. Но я бы еще конкретно в сегодняшнее выступление добавил, была какая-то новая искра. И я очень надеюсь, что эта искра сквозь экраны смартфонов, планшетов, телевизоров доберется до зрителей не только у нее дома, но и во всех странах проекта, и принесет ей дополнительные голоса. Очень талантливая девочка. Она знает, что она делает на сцене. За ее, как говорится, спиной не одни десятки международных конкурсов, танцевальных фестивалей. Ты, кстати, держишься молодцом на сцене. Ни капли волнения, ни капли переживания. Каждое твое движение отработано, и каждое твое движение уверенное. Ты моя восточная куколка-красавица. Первый мечтой, и она спутится. Голосуйте в суперприложении «Айту». Время на голосование до вечера понедельника. В гранд-финале шоу остается всего три места. А также не забывайте о специальном голосовании после восьмого полуфинала, в котором смогут принять участие все полуфиналисты второго сезона. Вы можете спасти своего фаворита, отдав за него дополнительный голос «Вайту». Следите за новыми эпизодами Central Asia's Got Talent. Смотрите шоу «Вайдю», а также в эфире рейтинговых телеканалов всех стран-участниц. Это НТК и Туркистан в Казахстане. Телеканал «Сефина» в Таджикистане. КТРК и КТРК-музыка в Кыргызстане. Телеканал «Сивимли» в Узбекистане. И телеканал «Хазар-ТВ» в Азербайджане. Телеканал «Сефина» в Казахстане. Телеканал «Сефина» в Казахстане.